Они дают такую штучку, которая щипцами ломает вот эти все. Это про щипцы? Нет, это для сахара. Друзья, всем привет! Все хорошо, вы все принесли? Да, все, все хорошо, все замечательно, все хватает. Вот, в общем, мы тут пока с Марией разговариваем. Немножко Мария мне задала вопрос, я думаю, а почему бы не снять? Вот, решила записать на видео. Все, в общем, я принесла такую штуку. Это, кстати, подарок тоже от Эрифлейн. Смотри, пиши, сумка. Я посмотрела сразу, когда ты пришла. Такая она большая, вместительная. Да, очень такая брендовая, клевая такая. Замши? У меня еще вторая есть такая же, прям нераспечатанная. Пол квартиры влезает за то, наверное. Подарок? Ой, это как раз для моих заказов. У меня 9 коробок еще пришло, Игорь привез. С двух каталогов, по-моему. Это знаешь почему? Раньше я мечтала о том, чтобы у меня система новая, этот уход за кожей лица, да? Хотела я постоянно пользоваться. Ну, как бы, люксовая серия, как она считается, очень качественная, такая дорогая, брендовая, клевая. Главный эффект дает. Вот, и раньше я не так много покупали, но все равно. А сейчас уже давно, уже несколько лет, прям подряд все постоянно покупаем. И вот я говорю, у нас 9 коробок. Игорь вот уехал в Москву, да? Он мне на своей коробке принес, из машины загрузил. Ну что, я предбайник унесла. Там у меня набор новэйдж, потому что у меня еще другой тоже лежит. Я два уже купила. Систему новэйдж плюс. Это вот, которая очень еще эффективнее. Там идет в два раза эффективнее. За две недели уже будет результат. Вот это вот все порсилы морщин. То там и морщинки, значит, да, коллаген. Вот, и еще и упругость дает. Подтяжка. Да, да. То есть, если раньше у нас против морщин, которыми я пользовалась, мы еще и до сих пор пользуюсь, то там против морщин только вот этот коллаген спрашивала, да? Там эта система работает таким образом, что свой собственный коллаген начинает работать. Ну, рабатывается. Да, рабатывается в своей клеточке. Вот. Потому что это же создают ученые. Там не какие-то дерматологи, а именно ученые мирового уровня. И два института кожи Бори Флейн. Представляешь, два. Классно. У кого-то, ну, практически ни у кого нет даже и одного. Вот, то есть. А здесь, получается, ученые создают, вот это вот очень много лет тестят, все проверяют на людей-добровольствах. Почему? Потому что составы натуральные, ингредиенты натуральные, и компания точно знает, что все будет прекрасно с кожи Бори Флейн. Никакого ущерба не нанесет. Да, да, да. Вот. А еще есть очень много компаний, которые в черном списке. Ты слышала, вот есть такой черный список косметических компаний. Я знаю, что черный список есть, слышала, но какие именно там входят нет. Вот. Это сайт. Начала путать в последнее время ВИТО и АВИТО. Сайт ВИТО. Да, ВИТО. Вот, прямо в интернете закидываешь ВИТО. И там выдается список? Да, там прямо вот черный список и белый есть. Вот Арифленд в белом списке. А там причины написаны? По какой причине та или иная компания закинута в черный список? В черном списке это те компании, которые именно тестят на животных. А у нас ведь Гринпис, которые защищают животных, они как раз, наверное, против этого испытания. Животных. Средств на животных. Да, да, да. Вот. И это... И... Ну, это вообще нецелесообразно. Это, ну, это... Бессмысленно. У животных спрашивать не надо... Согласия. Согласия. Хотят, они... Взяли, там... И все. Испытания. Да. Туш как тестят, например. И в глаза закапывают. Ну, в общем, это такие жесткие испытания. Это очень страшно. Я когда пришла в Ирифлайм, да, уже много лет назад, мне как показали этот видеоролик, я так плакала. Я раз в шесть, наверное, плакала, когда смотрела это видео. Мне так жалко было этих животных. Это очень страшно. И вот он такой огромный, этот список черного, этот черный список косметических компаний. Сайт Вика, посмотри. По-моему, с 2003 года он. Это российский наш сайт. Хорошо. А там только сетевые. Там Эйвон, кстати. Эйвон тоже есть. Ну, много компаний. Сейчас не буду всех перечислять. Я вот имела в виду, там только сетевые, или которые в масс-маркетах тоже продаются. Типа, эти как... Господи, всякие Фаберлики, Хлориалия. Да, да. Все там есть. А там написана причина, по какой причине. Ну, если черный, то значит, тесты на животных проводят. Только это? Ну, и это тоже. А то, что там химия или антибиотики в составе косметики есть? Ну, там уже без подробностей. Без подробностей. Да, 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 да. Это просто для знакомства. Ознакомиться. Кто в белом списке и кто в черном. Например, вот Арифлэйм в белом списке, да? И Фрэшэ в белом списке. Тоже молодцы. Тоже натуральная продукция, да? Но там компания не дает возможности никому зарабатывать. Вы Фрэшэ? Конечно. Это масс-маркет. У них же магазины. То есть, просто и всё. Сети они не устраивают, насколько я знаю. И фрэшэ. У них только магазины свои. Да. И то сейчас я там не знаю, как у них дела. Вот. Невея тоже, кстати, в белом списке. Но это магазин. А в магазинах очень много поделок. Кстати, до Арифлэйм, я помню, у меня даже до сих пор дома лежат, знаешь, продукция, которую мы пользовались с Игорем до подписания договора на Арифлэйм. У меня до сих пор лежит, да. Тоже хочу видео как-нибудь записать. У меня прям лежит. Невея. Вот это вот особо литья у Игоря. У Игоря была. Джонсонс Бэйби. Как? Джонсонс Бэйби у Софьи. Я потом посмотрела, что это Джонсонс Бэйби компания, короче, в чёрном списке. Всё, у них фрэш повышен. Они могут из-за этого находиться. Потому что, когда Таня искала средства для купания, всегда смотрела уровень фрэш, чтобы кожа не шелушилась. Да, фрэш тоже важный. И вот этот Ютуб, он же такой, как бы достаточно большой источник информации, да. И вот там даже написано, что если где-то что-то в каком-то средстве находят, они напишут, что, в каком количестве. И вот именно уровень фрэш, я смотрела там, превышен уровень фрэш. Это кислотность кожи. Джонсонс Бэйби конкретно, да? Да. Ну, я смотрела детские бренды для Игоря. Это взрослая инвестиция. Ну вот, Софья про своё-то вспомнила, я уже забыла. Так и лежит у меня дома в шкафчике, я думаю, надо видео записать. Потом парфюмерная вода я покупала Нина Ричи прямо много лет подряд. Яблоко? Нет, я забыла, как называется даже. Мне таки она осталась. Я не знаю, скрученная. Нет, она такая там. Забыла. Ну, мне так нравилась она. Вот. И вот, потом, что ещё там у меня было? Этот... карниер, я помню, покупала. У меня для... для этого, для тела. И, по-моему, уход за лицом. Не изошла тебе? Нет, я пользовалась. Нормально? До Арифлей. Ну, как? Ну, ческета-то, конечно, честно говоря, не было. Они же на увлажнение только все рассчитаны. От них какого-то увлажнения даже если в магазине ты найдёшь, что там против морщин и так, и всё такое. Это у нас market. Это чистая реклама, это чистый бренд. Мне кажется, так не работает. Не работает. Да. Потому что, мало того, что подделок очень много, так ещё и... Ну, не соответствует это. Вот там написано... Я, когда рискала против морщин. Мне уже было 30 с чем-то, да? Когда вот я... Ну, до Арифлейн, да? Но всё равно, у меня морщинка, извините, была глубокая вот здесь. И была... Ой, у меня же видео записывается. Вспомнила. Вот, смотрю на себя. Морщинка была глубокая вот здесь вот. Уже вторая даже пошла. И вот я даже узнала в то время, что уже вот они вот так вот идут. И даже вот сюда спускаться начало уже. В особой складке. Да. Вот здесь полностью. Да. До Арифлейн. У меня уже даже вот так вот было. То есть я уже вот это даже уже знала. Хотела я... Ну, то есть покупала крема какие-то я. Набором, системом старалась покупать. Система какой-то, да? Ну, чтобы сразу базовую. В Оптималс магазине просто обычной. Да. Вот. Ну, не было эффекта, не было результата. И дороже покупала. Вот. То есть ты сейчас нашла для тебя именно то, что подходит тебе и твоей коже. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Вот. Потом еще до Арифлейн наш. Арифлейн, тем дольше она будет просто заглубляться с каждым разом. Вот это я нигде не изучала, но я просто понимаю, что это... Ну, где одна, там две, три. Да, 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 кстати, да. Вот. И тогда я пошла в интернете искала и нашла гиалуроновую кислоту. Вроде бы так, да. И надо ее вкалывать. Ее вкалывают. В общем, думаю, так. Потом думаю, если на эту процедуру согласиться, это нужно будет каждые восемь-шесть месяцев ходить. То есть уже без перестанных и постоянных уже клиентов. Нет, чем ты чаще это делаешь, тем быстрее она заканчивается, тем быстрее она рассасывается. Потому что кожа же, она не регенерируется со временем, она только подтягивается за счет гиалуронки-то. И получается, чем чаще ты делаешь, тем больше надо будет этого вещества запустить. Ты изучала, да, это? Конечно. Ну, я вот так вот нашла, короче, что вот есть такое. Я поэтому говорю, что ты в Reflame именно нашла свой системный подход к своей кушке. Да, да, да. Вот. И еще я ездила. Думаю, так, хорошо, ты, Алена, нашла. Сумку такая, захотела, эссенцию, да, сейчас достану. Вот. В общем. Я, кстати, все каталог принесла. Так, каталог и эссенцию. Так давно каталоги не смотрела уже. Да. Я так отстану от жизни. Косметичка. А сейчас в интернете, потому что много чего. Так, моя косметичка. Я, а, нет, не здесь, не здесь у меня. Таня, у нас такой гель по душе, ты помнишь? Нет. Как нет душа? Это еще есть шампунь такой есть для душа. Ой, шампунь для... Кокосики. Вот, кстати, заказ у меня для человека, консультанта, бренд-партнера. Который сейчас скоро приедет, наверное. С 2021 года у меня был. Сейчас передам, наконец-таки. С Машей встретились с 2019 года, не виделись. С этим человеком в 2021 году. Собрала всех, кого могла. Да, потому что он оплатил этот заказ и сказал, говорит, пока возьми к себе. Я говорю, ну ладно, там же у нас склад, извините, тоже пока некогда было ему. Я взяла к себе. И к маме езжу, значит, с этим вот. С заказом. С заказом, да. Раз в шесть я его возила. То к маме в Сацгород, то к Пирогово. То к маме в Сацгород, то к Пирогово. Сегодня ночевали у мамы, чтобы с тобой встретиться, да? Мы сегодня у мамы ночевали. Да. Да, заехали. И там у мамы как раз вот этот вот заказ был. Я его с собой взяла. Взяла. Да. Я говорю, ну что приедешь? Да, говорит, приеду. Я говорю, ладно, все, с собой возьму, наконец-таки. С 2021 года, ноябрь. Наверное, надо сказать, что с тех пор средства-то в составе не ухудшиваю, что срок годности хороший. В костне-сенсиях хорошая. Да. Ты имеешь в виду по заказу-то, да? Да. Это человек-то. А это у меня эссенция. Это я специально достала, чтобы не забыть, потому что я вообще про нее начала рассказывать тебе. Это можно открывать. Да. Вот. Ну я что-то еще рассказывала. А, и потом, ты знаешь, эти румяна очень крутые тоже. Ты их прямо, представляешь, их вручную прямо делают. Вот эти вот шарики, их прямо вручную делают. Вот. Представляешь? Виталия. Я ее на край, что ли, поставила? Обалдеть. Короче, вот эти шарики, они очень качественные. Представляешь, ручная... Ручная, красота. Да. Хватает очень надолго. Очень-очень. Нужно заметить, что красивый дизайн. Немножко на шарики. А ты не пользовалась таким, да, еще? Рубянные шарики? Да. У меня когда-то были давно, но они все рассыпались, потерялись. Нет. Ну вообще их хватает на очень долго. На очень. Вот, я еще не дорассказала, то, что вот это вот я нашла, да? Так, я уже перевернулась. Так, поставим тогда, как было. Нашла вот эту вот гиалуронную кислоту, думаю, так, ладно. Решила сходить я в этот есть центр кожи... Не, нет, центр кожи у нас в Арифлейм. Клиника какая-то. В Вежевске на... Центральная площадь? Нет, туда дальше еще. Там где-то... Магазин Океан. На Кирово. Где? На Кирово. На Кирово есть там какая-то такая местечка, где всякие процедуры с лицом проводят. Вот. Косметология. Да, 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 да. Угу. Косметология какая-то. Вот. Я к ним туда пошла. Я говорю, вы такое делаете, гиалуронную кислоту? Не сказали, да. Я говорю, а вот вы отвечаете за свою работу, что вот с моим лицом ничего не случится? Что вы думаете мне сказать? Что я делаю? Ну нет, ну мне надо было договор. Я говорю, мы с вами заключим договор, что с моим лицом ничего не случится. Ты думаешь, что они сказали? Что они гарантию не несут? Нет. Они сказали, мы такие договора, извините, не закончили. Надо было... А, ты просто хотелось сделать... Нет, нет, нет. Про лицо то, что вот я гиалуроновую кислоту... Мне было гарантию, что-то не на работу спрашивать. Они же чисто берут шприц, вкалывают в лицо. Ну... Тебе надо было про сам состав поговорить. Мне надо... Мне не важен состав, мне важен мой результат. Ну как это не важен состав? Это следующее дело. Но мне надо, что с моим лицом, после того, что они мне сделали, ничего не случится. Вот я про это и говорю, что на эти вещества у тебя не пойдёт аллергия, не пойдёт сыпь, у тебя не начнёт слезать кожа. Это же от самого вещества, которое вводит. В общем, они вот этого, этого они не дают. И ты развернулась и ушла? Конечно, у меня, извините, одно лицо. На всю жизнь? Да, конечно. Вот и всё. Я это... Думаю так. И через некоторое время ко мне вот... Я в рекламе подписалась. Так и ни разу ничего не делала. Совсем-совсем ничего не делала? Совсем ничего не делала. Кто чего ищет, тот кто находит. Я искала, до того, как прийти в Reflame, для меня важно было здоровье. Потому что у меня дочка вообще бесконечно болела. Постоянно болела, да, доча? Я до сих пор помню даже, как её уколы ставили. Представляешь? Ага, постоянно. Это вот и я. Потом мы начали пить детские витамины. Мне сказали, что есть витамины детские, есть омега-3 детская, всё. Мы сразу, сразу не стали там думать. Это wellness? Wellness, да. Это там детские тоже есть? Да, там детские витамины. Причём у нас в России, по-моему, с трёх лет. Но сейчас, по-моему, изменения идут. То ли про омегу-3 детскую жидкую, то ли про витамины я слышала такое, что в более ранний возраст теперь сделали в России. Есть омега, которую хорошо обрабатывают. Вот дети после ветрянки, им же три месяца нужно пить омегу. Это тот же самый рыбий жир. И вот у нас Таня болела в год и три. И в аптеке продавались кусалочки, они называются, потому что у них оболочка идёт с апельсиновым вкусом. То есть она не любила, она вообще такое ничего не ест. Мне приходилось из ложки выдавливать, вливать её. Так она пила. Вот сам этот противный рыбий жир она пила, а вкусную оболочку она не ела. Это от обработки зависит, потому что есть омега, которую в 30 лет употреблять нельзя. Там очень много составов. Тоже надо смотреть. Ну ты тоже поизвечала всю эту тему. Да. Ну это каждый раз, вот какой-то жизненный этап происходит. Ты в это углубляешься, ты изучаешь, и это уже потом у тебя остаётся, откладывается. Да. Ну вот если говорить про велнос, например, от Арифрейм, то это мировой стандарт. То есть вот выше GMP, ну нет такого стандарта уже. Ну там, наверное, все соответствия, там всё полностью. Возрастные комплексы и какие-то. Да? По велносу есть детские, есть для мужчин, для женщин, и вот детские есть. Ну вот. А кстати, причём, что в Норвегии, по-моему, Норвегия страна, там с шести месяцев уже можно пить омегу-то точно. Ты с каких? С шести месяцев. А зачем ребёнку? Ну потому что это, потому что мозг развивается, весь организм развивается. Сейчас самое время, даже тогда, когда женщина беременная, вот эта вот омега-то, она необходима тоже. На беременном, да. Да, потому что ребёночек всё забирает, а что она будет забирать ребёнок? И маме что останется? Вот. Это тебя первый раз. Что очень взрослым, вот эта омега-3 очень нужна, да? Да. Ну потому что омега-3, это же наша и память, это и сосуды, и суставы, память. В каждую клеточку везде, где вот эта омега-3, она необходима, питается. Это, кстати, да. Омега-3, витамины. Вот. В общем, видишь, уже про здоровье начали, да? Начали с тем? С сывороткой, для которой мы так и летим можем. Да, 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 да. Вот она мне просто. С лилия. И в общем, и всё, я так и развернула, слава богу, у меня вот я же, я пришла в Арифлейм, и сказали, я искала в Арифлейм, получается, это здоровье для меня важно было. Я сразу сказала, я говорю, конечно, закажу сразу же детские. Я подписку сразу у дочки сделала. Детские витамины точно, а омега, возможно, похожи немножко. И всё, прямо иммунитет укрепляться у нас, всё слава богу. Это хорошо. А через какой промежуток, скажем, виден эффект, что там появляется, вырабатывается иммунитет, что как бы противится всем эффектам, вся какая-то, и всё что. Ну, у нас, доча, ты помнишь, нет, через какое время вот ты не шла пить детские витамины? Я не помню. Ну, по-моему, я пришла 25 февраля. Ну, по-моему, 25 февраля. И, ну, вот весной-то мы уже этой не болели. То есть 25 февраля я подписалась? Ну, это 3 месяца. 2-3 месяца, получается. Ну, то есть мы вот не болели. Вот, потому что мы всегда болели весной и осенью. Ну, это всегда так. Да, да, да. И даже летом у меня выскакивала герпес раньше постоянно. Много-много лет подряд. Вот. Делали даже, иногда вот летом говорят, это болезнь кондиционера. Хотели даже не инфекция, это чисто продукт может. Если у человека иммунитет выработан, ему это как бы не страшно. Да, да. Не страшно. Угу. Это то самое пострасно для тех, кто виноват. Там приехали фильмы смотреть, да, нас предупреждали, что здесь в ресторане приедут к 6 часам компания и будут они смотреть фильм. Да. Вот. Поэтому у нас там, у них там лекция началась. Мы, наверное, будем спускаться этажом ниже. Возможно, если нам это будет мешать. Да? Посмотрим. Вот. В общем, искала я, видишь, сейчас закончу тогда, расширю. Искала я вот это вот здоровье. Сразу мы сделали подписку детскую, получается, Софье, витамины и омегу попозже, скорее всего. И, когда она громко разговаривает, прям, бруче меня. Да. Вот. Ну, ладно. И, ну, всегда, когда выступаешь, все равно круче. На аудиторию, потому что работаешь. Да, 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 да. Чем более там еще ехали. разрешили. Да, 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 да. И я искала молодость, красоту свою. Все, вот я начала ухаживать за кожей лица. Нина Ричи пользовалась, но зачем мне покупать Нина Ричи, если мне компания Рифлейм, за мои покупки еще и деньги платит. И подарки дает. И подарки дает, да. Ой, постоянно каждый каталог. Такие классные подарки вообще. Ну, главное, они полезные, эти подарки. Да, да. Они полезные. Всякие разные. Столько продукции компания дарит просто вообще. Что для тебя больше всего порадовало? Какой подарок самый полезный? Самый? Ты знаешь, у меня даже нет такого. Вот все подарки, которые были, да, они все полезные, все нужные. Что техника, что вот сумочки всякие, да, что косметика. То есть это все сразу вход. Все, что дарит, сразу полезно, сразу не нужно. Все, да, все прям применяется. У меня столько подарков, они у меня лежат, буду дарить. Я уже, я так люблю дарить людям подарки. Так давно это не делала. В общем, я буду опять продолжать дарить подарки. Ну вот, да, потому что надо будет встречаться все равно. Думаю, в кафе, скорее всего. Раньше мы в офисе встречались, а сейчас, ну, хочется в кафе как-то, наверное. Короче, ты больше не снимаешь офис? Да? Больше не снимаешь офис? Нет, нет. То есть какие-то точечные такие встречи, да? я сейчас думаю, что вот в кафе, наверное, будем только встречаться. Самой приятнее, интереснее как-то... Обстановка другая. Да, 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 можно поговорить, можно попить, поесть, поощряться, какими-то эмоциями, обменяться знаниями какими-то. Вероприятия какие-нибудь создавать. Да. Красивые, кстати, давно не создавали. Ну вот компания у нас сейчас была. Вероприятия. Вот. Потом, что еще? А, вот, и сейчас мы... Вот. Наконец изучили, да? Я с этого, потому что начала рассказывать. Сумку такая достала свою, да? Показала сумку. Ага. Вот. Это вот эссенция. Вот я ее принесла, эссенция, да? Вот. Но потом руки, когда помоешь, потом уже надо на руки. Я просто не представляю, как бы я жила без этой эссенции. Я хочу посмотреть просто, что она... положительные пребиотики. Это как крем, да? Это сначала делаешь очищение для лица. Все хорошо? Все достаточно? Ага, спасибо. Нет, у нее консистенция какая? Она жидкая. Жидкая. Вот. Я просто думала, она совсем жидкая. Ну, может, сейчас тогда и показать тебе. Потому что... Чуть-чуть куда-нибудь. Да, да. Ну вот на лице ты почувствуешь эффект лучше. Ну, на лице кожа нежнее. Да, да, да. Это же все-таки руки, здесь кожа грубее. Я даже крем для рук не покупаю совершенно. А зачем он мне нужен? Если я этими кремами классно не ухаживаю со собой. Маски у меня, да? Видишь, смотри, как у тебя мои ручки. Как у девочки. О-о-о. Ну, ты и так девочка. Гладкие такие, да? Вообще даже... Вот. Зимой, наверное, так хорошо, когда сохнет кожа от улицы, от холода, и когда... Нет, у меня не сохнет. Нет, вообще говорю, от сухости помогает, наверное, хорошо. Да. Она жирная? Она нет. Смотри. В общем, я вот сначала делаю очищение гелем, да? Умываюсь. Тоже видео запишу. Этот умываюсь, потом смываю теплой водичкой, а потом я наношу сразу вот эту эссенцию. Вот прям вот так вот в ладошечку. Прям вот так. И насколько прекрасная. Она такая дорогая, такая качественная, такая вообще... мазюк на себе чуть-чуть. И прям вот так вот ее, вот, на ручке, на своей волосе. Она прямо как эссенция, правда? Вот. Она прям, знаешь... Это не сыворотка, консистенция совсем другая. Да. Вот. Откуда красивые, молодые ручки берутся? Вот. От ухода? Да. От хорошего качества. Такого вот от эссенции, да. Вот. Все заодно. Зачем мне? Я крем на руку... А долго высыхает на лице это все? Быстро. Быстро. Расход какой? Да я... У меня большой. Потому что у меня, я говорю, девять коробок дома лежит. Там есть у меня... Там у меня есть витамины. В этих коробках. Нет, именно вот это эссенции, я говорю, расход большой. Но у меня просто все это есть. И я еще недосказала то, что я раньше очень мечтала о том, чтобы моя семья и мы, ну вот все, да, вообще и родители тоже, и сейчас у нас родители тоже пьют. Вообще семья и близкие, чтобы пили именно витамины новоэдж, витамины волос, да, детские. И чтобы я пила витамины эти женские, а это... А Игорь у нас мужские витамины, чтобы начал пить. Я прям мечтала об этом. И вот я говорю про девять коробок, которые дома лежат. Нет надобности на сегодня. Потому что у нас дома все это есть. А зачем тогда? У нас есть подписка, и там очень смешная цена. А это по подписке все приходит? Конечно, да, да. Там по подписке. Там такая смешная цена, очень многих лет назад, не знаю, витамины плюс коктейль. Поэтому отказываться я не собираюсь. И я просто к тому, что раньше я мечтала об этом. То, о чем мы сегодня мечтаем, что мы хотим, у нас в любом случае это будет. Поэтому очень важно думать и понимать, что мы сегодня хотим. потом не удивляемся, не надо удивляться, что мы как-то не так, может, живем. Куда мы энергию все укладываем? Какие у нас мысли? Чего мы хотим? Вот я очень хотела вот витамины пить. Это вот здоровье, что было. То есть, получается, внешнюю красоту поддерживаешь косметикой, а внутреннюю красоту и здоровье поддерживаешь витаминами. Получается, у тебя комплекс. Да, да, да. То есть, ты в Арифлейме не только работаешь, но и полностью ухаживаешь за собой, за своей семьей. Да, это у меня сейчас, это на первом месте. Если раньше у меня бизнес-возможности, я рассказывала, то теперь у меня вообще многое помимо из жизни. Вот я некоторые годы, последние, да, у моей жизни. Ну, крайние годы жизни. Не последние, я ещё собираюсь долго жить. Мне сейчас так не нравится говорить последние годы, как понять последние. Нет, за крайний год в моей жизни. Вот. У меня сейчас приоритет, это wellness, витамины, полностью всё продукты здорового питания. Полезное питание, правильное питание. Вот, видите, вот салатики такие вот. Свеё, натуральные вот эти вот соки свежевыжатые. Да, то есть полностью, потому что это важно то, чем мы питаемся. Вот. Да петь. Это наше здоровье всё. И спорт. И обязательно спорт. Почему ты занимаешься? По 15 километров хожу. Не каждый день, но вот последний раз 11 километров ходила. Когда, как празднуешь? Хорошо. Там по деревне, по свежему воздуху, наверное. Нет, нет, нет. У нас абонемент оплаченый. А вы куда-то ходите? Это фитнес-хаус. Фитнес-хаус. Платформа, там уж только спортзал и всё. А здесь бассейн. Четыре вида сауны у нас, представляешь? Классно. Этот настольный теннис, если надо. Ну, мы с Софьей как-то играли, сейчас нам его не надо. Потом огромный шикарный зал с тренажёрными. То есть на выбор всё, что хочешь? Да, там вообще всё. Там ещё и дополнительные различные есть эти занятия. То есть там тоже можно взять абонемент на выбор себе программы. Мы первый раз в 2020 году к Игорю перед Новым годом прямо приехали. И вот на 2021 год у нас абонемент был на двоих. Потом на 2022 год мы продлили. И сейчас мы взяли уже на два года подряд. Ещё и дочка к нам подключилась. Сейчас мы втроём. Классно. Вот. Потому что 14 лет. Чё говоришь ты? Вот. Так что вот. Поэтому вот то, о чём мы сегодня думаем, важно думать о чём мы думаем. Потому что это будет осуществляться, внедряться в нашу жизнь. Мне важно было здоровье. У меня сегодня это, слава Богу. Ничего не болит вообще. Всё замечательно. Мне, извините, уже 47 лет будет скоро. Неправда. Нет, но тебе никто не даст столько. Но ты не выглядишь на столько, правильно? Причём, когда я уже 10 лет назад пришла в Риклей, у меня вот тут вот морщинка такая глубокая была, здесь была. У меня был остеихный трос. Вот здесь вот спина болела. Я ходила по больницам. У нас такой тяжёлый период с Игорем был. Что-то прям вообще мало. Папа, короче, сегодня ночует убого и приедет завтра. Ладно, он позвонил тебе? Да. Ты с ним поговорила, что ли? Я наушники пил. А-а-а, понятно. Молодец ты. Я знаю. Всё понятно. Ладно, будем ждать. Конец-то. Игорь опять приезжает. Такой, я говорю, не успели оглянуться, уже обратно. Туда-обратно. Ой, а у нас, наоборот, это так долго, два месяца. Ну, а просто ещё ещё. Да, на этой машине ты, наверное, ещё быстрее примчится. Класс. Можно на мою машину? Класс. А покататель решил сразу. Вам зимнюю резину впадали? А я чё-то даже не знаю. Нет фруктов, не знаю. Там у нас есть, знаешь, эти обследования можно различные проводить. До 55, по-моему, тысяч рублей в год. Там на несколько лет у нас вот эта вот услуга есть. Там много чего есть, услуга разных. Ну, машина-то, извините, квартиру можно купить 3 900. По обслуживанию. Да, там много чего я прочитала. Главное, я сама себе нашла то, что для меня важно. Там вот, кстати, сегмент здоровья. О, это автомат? Автомат? Ну, полный привод. Нет, машина-автомат? Ну, да, вот. Ты ездила? Нет. Я говорю, ты можешь легко села и поехала. Я говорю, так, сейчас хорошо, комфортно. Раньше хотела, кстати, я учиться. Это вот за рулём хотела, сейчас мне не хочется. Фу, не хочу. Ты знаешь, когда у меня не было. Знаешь, мне так классно вообще. Включаешь музыку, захочешь, видео снимешь. Там захочешь, подкрасишься, например. Мне вообще нравится. Или с игром, или с такси, с водителем. Ну, такси, конечно, нет. Это вообще другое. У меня раньше так же было. У меня же идея фикс была. Мне надо было пробовать. Мне надо было машину. А потом, когда это всё появилось, я как-то успокоилась. Сейчас достигнуто. Да. А сейчас Лёша есть. Он говорит, что, сядешь за рулем? Я говорю, нет. И сейчас мне реально как-то комфортнее, чем за рулём. У тебя сейчас твой сидит, да? Да. Он сидит за рулём, спокойно просит. Он всесмотрит, когда мы едем, когда какой-нибудь... Скажи, вот ведь женщина-то она для чего? Вот мужчина, он должен напрягаться с нами. Что-то должен делать. А если мужчина не будет напрягаться, то тогда он расслабится и на шею сядет. Ну, не перво всех. Смотри, женщина либо прям такая волевая, прям такая сильная, такая «я сама» такая... Сейчас же есть такие женщины, которые, да? Но на самом деле это слабые. Это характер. Это слабохребетность. Это не сильные женщины, это слабые. Потому что, чтобы быть сильной женщиной, да, это надо быть нежной. Со своим мужчиной, да, дочью, всё наоборот. Представляешь, нужно так сильно мужу своёму доверять. И вот прям вот... Да как она сильно из себя не зависит от мужика? А, это уже независимость? Сила и зависимость разная вещь. Это уже независимость. Ну, всё равно я так не понимаю. Зависимость будет тогда... Вот муж зарабатывает, а ты, например, нет, да? А, мне неинтересно. Зависимость будет в том случае, если ты как рабыня дома прыгаешь, вот это зависимость, да? А если ты достойно себя ведёшь, да, и мужчин к тебе как к королеве, то есть любит, ценит, уважает? Мы принцессы. Мы когда садимся в машину, даже когда мы едем... Вот мы сейчас тему-то видимся с одного на другой, на третий уже. Он спрашивает у нас... Классно же вот так вот расслабиться, и всё. И мужчина тогда надвигается, всё делает, развивается, и деньги больше начинает зарабатывать. Она же... Пытается, пытается больше достигнуть. Вот. А если ты сама, там, взрывнём, вот я сама такая тоже была раньше. Ну, от женщины тоже зависит. Если у него слабая женщина, он и сам будет слабый, и не будет смысла роста. Если женщина сильная, у мужчины будет символ расти ещё больше, чтобы перепрыгнуть-то женщину. Ну, тут вот вы именно перегоняете... Ну, нет, не надо. Ну, согласись, мужчина в быту, он бытовой инвалид. Мужчина в быту. То, что... Ну, то, что вот... Они не постирают, как нам надо, не приготовят, как нам надо. Да, он разделает мясо, как ты ему скажешь. Ну, это женские дела, да. Вот. Ну, и в плане того, что вот мы не можем их мужскую работать. Ковыряться в машине, ковыряться в гараже. Это вот гендерное вот это вот деление, это всё равно разное. И мы, когда начали с Лёшей жить вместе, я ему сказала. Посмотрела ТикТок, там есть такой классный видос, и он говорит, слушай, дорогой, типа, мы работаем вместе, деньги мы приносим в семью оба. Если ты хочешь, чтобы у тебя было вкусно, чисто и всегда хорошо, значит, мы бытовуху делим пополам. И когда я стала Лёше об этом грызом, говорит, что я против, что ли? То есть у нас бытовуха тоже разделена. Нету такого, что он приходит с работы, поел и плюхается на диван. Такого нет. То есть он спокойно может пропылесосить, вынести мусор, выхлопать там диван, кровать, ещё что-то. То есть я готовлю, я занимаюсь продуктами, я занимаюсь стиркой, глажкой, то есть всё разделено. Нет такого, что я как Золушка с утра до вечера с тряпочкой по дому. Нету такого. Такого нет. Всё. На этом всё. Там начинается кино. А это были мы. Вот. Алена Морозова и... Шерикулина Марина. Негласное интервью. Так не запланированно, даже не думали, что вот так вот мы пообщаемся, поговорим. Да. Вот. Ну всё, друзья. Да. Всем пока. Молия пылка слов в своей жизни. Спасибо.